МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале СКОТ-Новости в студии Оксаны Шкаевой. И вот что сегодня смотрите в нашем выпуске. Восходники вандализма и примеры не только Южного шоссе Старозагор, но и Новосадово и многих других точек города. Там забирают общие. Власти и общественность призывают не выкапывать растения с газонов. За время моей службы всякое, скажем, бывало, и сложности были. 25 лет дают добро, но не всегда. Сотрудники Самарской таможни отмечают профессиональный праздник и подводят итоги работы. Сегодня его готовность составляет 90%. Мы планируем основные работы завершить уже в этом году. Новый зал подобен трансформеру. Реконструкция театра Самарт почти завершена. В бюджете Самарской области появились дополнительные средства. Члены регионального правительства предложили использовать их на решение ряда социальных проблем, а также на приобретение и строительство объектов, которые будут играть серьезную роль в развитии инфраструктуры. Об этом подготовлен соответствующий законопроект, внесенный на рассмотрение Губернской думы. В бюджете Самарской области образовался профицит. Региональное правительство предложило использовать средства на исполнение социальных обязательств перед жителями, на выплату пособий, а также на увеличение объектов инфраструктуры. На приобретение собственной Самарской области стадиона «Локомотив», здание непосредственной близости от стадиона «Самара-Арена» для размещения регионального центра оперативного управления в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, на проектирование строительства речного вокзала в городе Самара и разработку операционного плана пассажирских перевозок. Кроме того, поступило предложение, те деньги, которые жители региона платят за государственные и муниципальные услуги в многофункциональных центрах, направлять на развитие тех городов и районов, где эти центры находятся. Эта плата поступает в федеральный бюджет. С нового года порядок изменяется. Эти деньги будут поступать в региональные бюджеты. Мы предлагаем перераспределить их соответствующие местные бюджеты по месту нахождения многофункционального центра. Оба законопроекта были приняты депутатами губернтской думы в двух чтениях. Максим Остриков, Владимир Терентьев, СТВ. Разрушают красоту. На недавно благоустроенных улицах и дорогах, где высажены цветы и деревья, участились в случае краж. Недобросовестные граждане выкапывают растения, нарушают ландшафтные композиции и общий вид газонов. Власти Самары и общественники призывают не быть равнодушными к таким фактам. Подробнее в сюжете. Недавно благоустроенный участок Южного шоссе. Одни из главных ворот Самары. Здесь высажены тысячи кустарников, цветов и деревьев. Тот решил, что можно присвоить себе часть зеленых насаждений. Кража произошла на глазах у десятков людей. В одну из суббот, когда здесь образовалась большая пробка, рядом с дорогой, есть композиция с шаровидными туями, две туи, в общем-то, умудрились у нас вытащить. Растения, конечно же, заменили, но это дополнительные финансовые траты и труд агрономов. С этим сталкивается зеленхоз постоянно, когда выкапывают цветы. Но пока население города, по-моему, не все достигло того уровня, что все-таки это сделано для людей, должно радовать глаз, а не расти где-то на даче и радоваться, что вот улакли за бесплатный тур. Подобные случаи краш, а также вандализма происходят и на улицах Старозагоры, в парках и скверах Самары. На недавно прошедшем совещании при главе Самары Олег Фурсов обратил внимание на подобные факты. Ведь город благоустраивается в крупных масштабах, а некоторые жители этого совсем не ценят. Также речь шла о необходимости борьбы с незаконными свалками. Кроме того, недавно отремонтированные дороги нужно оградить от несанкционированного проезда большегрузного транспорта, который портит асфальтовое покрытие. Некоторые грузовики везут песок без тентов, засоряя улицы. К решению проблем подключился и общероссийский народный фронт. Важная задача – поднять культуру населения, особенно перед чемпионатом мира по футболу. Чемпионат 2018 – это забота не только властей, а, конечно, всех жителей. Мы хозяева, мы принимаем гостей, и заинтересованы в том, чтобы все прошло на высшем уровне, и мы показали Самару только с лучшей стороны. Жители и городские власти призвали информировать о фактах краш растений и несанкционированных свалках, актах вандализма в целом, о нарушениях в сфере благоустройства. Реконструкция театра Самарт выполнена на 90%. Помимо реставрации старых помещений, проект предусматривает строительство гостиницы для размещения артистов, нового зала на 500 мест и целого ряда вспомогательных помещений. Какие возможности продемонстрирует новый театр, зрители узнал Вячеслав Душин. Главная диковинка нового Самарта – большой зрительный зал. Его уникальность в том, что он объединен со сценой. Архитекторы говорят, что подобное сооружение есть только в Париже. Зрительный зал подобен трансформеру. В пространстве здесь будут перемещаться не только многочисленные декорации, но и зрительские кресла. Это позволит с максимальным эффектом демонстрировать не только классические спектакли, но и суперсовременные постановки. О полноту изображения добавят огромные медиаэкраны, установленные по всему периметру зала. По сути, здесь может быть динамичной декорацией. Стены зала – это продолжение зала. То есть медиаэкран, картинка, начиная от поля с березками, заканчивая триколором во всю стену. Мы можем сделать любое изображение на стенах. Сцену можно будет сделать как в центре зала, так и с краю. А во время спектакля актер сможет появиться из самого неожиданного места. Помостки есть даже под потолком. Все механизмы объединяются в единую компьютерную систему. Сметная стоимость проекта – 1 миллиард 393 миллиона рублей. Сегодня его готовность составляет 90%. Мы планируем основные работы завершить уже в этом году и ввести в эксплуатацию объект в следующем году. Работа Самарта, несмотря на реконструкцию, продолжается. К торжественному открытию театра труппа репетирует несколько новых спектаклей. Это не секретно, это уже прозвучало давным-давно. Готовятся с 15-го года, с 14-го даже подошли к этому. Это Иванов и горе от ума. На необходимость завершения работ по реконструкции театра неоднократно указывал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. По его словам, формирование культурного пространства губернии – одна из важнейших общественных задач. По определению академика Митс Сергеевич Лихачёва, «Культура» – это активная память человечества. Это такая же базовая ценность, как патриотизм, уважение к истории, преемственность традиций. Живая связь этих ценностей и составляет духовно-нравственность держать нации, без которого невозможно решение ближайших и стратегических задач не может быть процветающего государства». Реконструируют также и два существующих зрительных зала. У обновленного театра появится возможность показывать три спектакля одновременно. Вячеслав Душин, Дмитрий Лукин, СТВ. А мы надолго прервемся, и вот что далее смотрите в нашем выпуске. Не переключайтесь. Если можно, просто приложить терминал. Вот просто, ведешь терминал и показываешь карте. И все. Время – деньги. Самарский кондуктор работает по уникальной системе. Губерния готовится к параду памяти 7 ноября. В областной столице прошло организационное собрание по его проведению. Самара вновь переживет событие, которое вдохновило на победу целую страну. Ежегодно меняется и тематическое наполнение парада. Особое внимание привлекает боевая техника и ретроформа в ревен Великой Отечественной войны. Напомню, 7 ноября 1941 года по центральным площадям трех городов Москвы, Воронежа и Куйбышева прошли торжественным маршем войска, уходившие на фронт. Парад памяти пройдет уже в шестой раз. Идея парада этого года – сделать его максимально приближенным к параду, который 7 ноября 1941 года проходил. Пригласили мы к участию в параде миссии 22 иностранных государств, которые были эвакуированы в Куйбышев. Дает добро уже 25 лет. Российские таможенники отмечают свой профессиональный праздник. На собрании в здании Самарской таможни собрались лучшие сотрудники, которых и отметил руководство ведомства. Подробные в сюжете. Ветеран таможенной службы Петр Божидомов с ностальгией вспоминает работу не только на посту руководителя, но и начало своей карьеры. 22 года в таможне – это срок. За время моей службы всякое, скажем, бывало. И сложности были, и с персоналом, скажем так, и с участниками внешнеэкономической деятельности. Но при, скажем, адекватном подходе все эти вопросы по большому счету решались. Положительно, по большому счету. Потому что весь посыл, который таможня за последние годы, и даже с момента основания, это прежде всего создание благоприятных условий. Этот год для сотрудников Самарской таможни плодотворный. Больше всего на экспорт ушло химпродукции. На втором месте металлические изделия. Легковушки, котлы, космические и летательные аппараты на третьем. Продовольствие на четвертом. Среди ввозимых товаров на первом месте оборудование и транспортные средства. На втором – лаки, краски, каучук. Из незаконного оборота изъяли внушительное количество наркотиков и сильнодействующих веществ – более 17 килограммов. В регион отраву везут из Китая и некоторых стран Евросоюза. Способы самые разные. Было интересное перемещение, опять же, в почтовом отправлении. Весом было вещество сильнодействующее более 3 килограмм. Пытались переместись посредством продуктов питания. Соместив это и с продуктами, и упаковка была связана именно с веществами, которые применяются для приготовления пищи. Но провести сотрудников Самарской таможни не удалось. В итоге на злоумышленников завели уголовное дело. Всего за 9 месяцев возбудили 5 дел за контрабанду сильнодействующих веществ и незаконные валютные операции. Лучших сотрудников по итогам работы в этом году отметило и руководство региона, и руководство ведомства. Анастасия Шамшурник, Ластер Ференгнатьева, СТВ. В Самаре прошел областной слет российского движения школьников. Порядка 350 ребят съехались из разных учебных заведений городов и районов области. Школьникам представили направление, по которым работает детско-юношеская организация. Воспитанники военно-патриотических движений смогли вступить в ряды юноармии. Это не пионерия и не комсомол, хотя суть та же – объединить и воспитать достойное поколение. Ребятам рассказали о направлениях работы российского движения школьников. А всех, кто хочет связать свою жизнь с военным делом, приняли в ряды юноармии. Я считаю, что это правильно, что у нас в городе появилось такое движение. Сам в будущем я хочу поступить в высшее военное училище и стать офицером. И считаю, что это движение даст мне очень хорошую базу, то есть подготовку, как тактическую, огневую. Движение юных армейцев в регионе только набирает обороты. Одними из первых значки получили 40 воспитанников военно-патриотических организаций. Дальше им предстоит большое количество военно-спортивных и военно-патриотических мероприятий. Так как сегодня юноармейское движение курирует Министерство обороны, то они будут проходить на территории войсковых частей. И лучшие по итогам этих соревнований будут иметь возможность принять соревнования, которые будут проходить в Москве на Кубинке. Планируется, что все те, кто прошел школу юных армейцев при поступлении в военные вузы, будут иметь преимущество. Ексин Алексеев, Олег Галочкин, СТВ. Самарские студенты добились изменения стоимости за проезд. Администрация города установила два новых тарифа для учащихся самарских вузов и техникумов. С 1 ноября ведут две лимитированные карты за 300 и 600 рублей, в зависимости от количеств поездок, 20 или 40 соответственно. Одна поездка по ним обойдется в 15 рублей, это меньше, чем по обычной транспортной карте. А тем временем кондуктор из Самары Сергей Иванов придумал уникальный способ выдачи билетов. Его идея уже пользуется спросом среди коллег. Подробности далее. На самарском транспорте часто можно встретить творческих людей. Например, среди водителей попадаются те, кто любят делать фотографии во время движения. Или среди кондукторов попадаются поэтессы. А наш герой также отличается среди коллег. У него историческое образование, он коллекционирует крышки и продает билеты по уникальной технологии. И вас сейчас мы с ним познакомим. Сергей Иванов работает кондуктором 4 года. Ему с детства нравится общественный транспорт. Здесь ему часто попадаются общительные пассажиры. Встречаются и не в настроении, в основном по утрам. С клиентами 38 маршрута еще бывает обедает вместе. Ездят клиенты в психиатрической больницы, которые как бы там находятся при дневном пребывании. Они там не постоянно живут, а просто в дневном пребывании. Как бы у них там занятость небольшая, деятельность. И они с нами ездят в столовую. Вот там находится столовая, чуть подальше. И они сюда приезжают обедать под годным талоном. Ну, понимаете, они своеобразные, веселые. За время работы кондуктором Сергей выработал свою стратегию обелечивания. Это уникальная техника Иванова. Как вот вы пришли к такой технологии? Ну, мне просто подумал, зачем брать себе в руки карты. Если можно, просто положить терминал. Вот просто бьешь в терминал и показываешь карты. И все. Экономия времени 5-10 секунд. Удобно, говорит, и ему, и пассажирам. Некоторые горожане узнают фирменный стиль работы Сергея. У него даже есть постоянные пассажиры на третьем маршруте. Они с ним здороваются и делятся новостями. И у Сергея всегда на это найдется время. Потому что работает оперативно. Астасия Шамшулина, Николай Сидорин, Игнатьева, СТВ. В Самарском зоопарке, возможно, скоро появится новая семья. Амурского тигра-кактуса появилась подруга. В Самару тигрицу привезли из Новосибирского зоопарка. Хищников пока не познакомили. Прежде необходимо решить квартирный вопрос. Обо всем подробнее расскажет Екатерина Алексеева. Более двух тысяч километров позади. Впереди адаптация и знакомство с обитателями Самарского зоопарка. Тигрицу-кассадру совсем недавно привезли из Новосибирска. Хищнице два с половиной года. Сейчас она в отдельной клетке. Как только решится квартирный вопрос, ей предстоит знакомство со сторожилом Самарского зоопарка. Тигром-кактусом. Сегодняшний день можно считать фактически днем начало участия Самарского зоопарка в большой программе по сохранению и воспроизводству популяции амурских тигров. Это событие было бы невозможно, если бы мы не получили поддержку от Владимира Анатольевича Суботина, от «Газпром Трансгаз». Амурский тигр – один из крупнейших и редчайших хищников планеты. В дикой природе насчитывается чуть больше 500 особей. Огромную роль в сохранении этого вида принадлежит зоопаркам. Создание пары этих редких животных – шанс беречь их для следующих поколений, а может быть и увеличить количество этих хищников на Земле, чтобы через несколько лет рассказать детям про амурского тигра можно было не только по картинкам. Мы с вами сделали сегодня серьезный шаг к созданию семи тигров. Если мы делаем эти шаги на развитие, от каждой семьи – это порядка по 2-4, от двух до четырех тигрят появляется при их благоприятных условиях, мы сможем развивать и Дальний Восток, и Уссурийский край в развитии именно этого тигра. В Самарском зоопарке практически все животные живут парами, и каждый год потомством радуют пумы, леопарды и ягуары. Возможно, Кассандра и Кактус тоже смогут создать семью. Екатерина Алексеева, Олег Галочкин, СТВ. В Самаре прошли стартовые поединки чемпионата студенческой лиги. Наша энергия на своем паркете принимала команду Кирова. Игры получились напряженными и захватывающими. Соперники показали весьма качественный баскетбол. Слово нашему корреспонденту Александру Семенову. Стартовый поединок. Самарцы показали весьма темповую игру. Шансов сопернику хозяева паркета практически не оставили. Мощная поддержка с трибун словно подгоняла спортсменов. Каждая четверть неизменно была за волжанами. На табло разгромный счет по итогам дуэли 77-38. Наибольший вклад в копилку команды внесли. Иван Зеленин 20 очков, Александр Кузнецов 13 очков. Дабл-дабл оформил Дмитрий Дударевич. 10 очков и 14 подборов. За счет каких-то тактических в конце действий. Потому что они защищались персонально против некоторых игроков. В том числе против меня играли персонально по всей площадке. И мы как-то находили всю игру в выход. Но в итоге получилось, что победили. А вот повторный матч уже не складывался. Так легко для самарцев гости, как батарейки сменили. На паркет вышел уже более собранный и боевой коллектив. У этого противостояния была интрига. Судьба встречи решена лишь под занавес игрового времени. 67-59. Вторая победа энергии. И получилась игра, когда мы вроде бы завладеваем преимущество. И тут же не забиваем, теряем, упускаем. То есть были качели. Ближайшие матчи самарцы проведут на выезде 3-4 ноября. Основа сыграет против кировской команды. В Самаре же матчи студенческой лиги пройдут 11-12 ноября. Наша энергия примет команду Уральского федерального университета из Екатеринбурга. Александр Семенов, СТВ. У меня все. На этом дали прогноз погоды и программа «Абзац». Вершение выпуска. Напомню, адрес сайта георгий Лиманского, гс.лиманский.ру. Читайте наши новости в социальных сетях, в группах СКАТ и СТВ Самары. Заходите на сайт нашей телерадиокомпании. Я прощаюсь с вами. До свидания. Увидимся.